Я вас также приветствую всех в этот шаббат. Слава Господу за все, что уже прозвучало, за все, что мы уже услышали. Уже голос Божий проговорил к нам Духом Святым. И сейчас, я думаю, и дальше будет говорить нашим сердцам, прикасаться к нам, чтобы мы сделали те шаги, которые необходимо сегодня сделать, в продолжение нашей духовной жизни, нашего служения Ему. А сегодняшнее слово, которое я хотел бы преподать вам, дорогие друзья, это слово называется «Христианин». Являешь ли ты себя мудрым строителем твоего храма Божьего и храма тела Христова? Я думаю, что тема как бы еще раз хочу прочитать, чтобы вы чуть-чуть вникли в суть того, что я хочу передать вам. «Христианин, являешь ли ты себя мудрым строителем твоего храма Божьего и храма тела Христа?» Эта тема действительно, она очень актуальна сегодня. Почему? Потому что мы понимаем с вами, что мы живем в то время, когда мы нуждаемся в такой не только пище, такой молочной, духовной пище, которая может быть ясна, более понятна, чем пища, которая является достаточно твердой, которую Господь тоже хочет, чтобы мы усвоивали и эту пищу, и благодаря этому могли более возрастать духовно. Поэтому речь сегодня пойдет о учении, которое называется учение домостроительства Божьего. Учение домостроительства Божьего. И я думаю, что очень важно понять, что, как сказал апостол Павел Тимофею, о том, чтобы мы вникали в себя и в учение, и в учение, и делали это постоянно, ибо тогда мы спасем себя и слушающих нас. Я думаю, вот это главная мысль, чтобы мы постарались сегодня внимательно услышать слово и постараться вникнуть в то, о чем будет речь идти, потому что это не просто какая-то философия или какая-то теория будет сейчас звучать, но это будет слово Божие, которое поможет нам понимать всю нашу высокую ответственность как служителей, как учеников, как рабов Божьих совершать вот это домостроительство как в себе, как в храме Божьем, потому что наши тела освященных, спасенных, возрожденных детей Божьих, Господь садил нас храмами Божьими, и эти храмы, мы как храмы входим в его храм большой, храм его тела Христова на небе. И поэтому нам очень важно понимать эту тему, так как она была сокрыта долгие-долгие тысячи лет, и вот во время именно служения, которое Господь назначил апостолов, именно им было открыто, и, конечно же, воле такой полной формы было открыто через Павла, апостола Павла. И эпиграфом для моей вот этой темы я взял слова, которые мы находим в послании к евреям. В послании к евреям в третьей главе сказано, «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Видите, как важно понять, что мы Его дом. Мы не просто спасенные Его дети, спасенные грешники, которых Он избрал и нашел в этом мире, для того, чтобы мы могли быть Его служителями, не просто прихожанами в церкви. Потому что сегодня много таких есть верующих, которые просто приходят в церковь один раз, может, в неделю, может быть, в месяц один раз. Они придут, послушают, иногда уходят, и долго нет, а потом опять, может быть, они появляются на какой-то праздник, и тоже что-то посидят и послушают. Но я думаю, что именно такое отношение ко Христу, такое отношение к Его служению, поклонению Господу не будет угодно. Поэтому мы с вами должны понять, что Он призвал нас, как мы сейчас с вами услышали от сестры, что сделать? Учить, крестить, призывать покаянию грешников. И это мы все сможем делать, если мы понимаем, что мы находимся где? В теле Христа. Он глава наш, Он – наше основание всей нашей веры, всей нашей духовной жизни. А мы – Его дом. Мы в Его доме находимся. И поэтому мы, как Его рабы, должны делать все, что Он поручил нам. Не отказываться от того, что так важно для Него. У Него есть на каждого из нас свой план действий, конкретных священодействий, которые мы должны совершать теми духовными дарами, которые Он одарил нас Духом Святым. Дорогие друзья, вот я хотел бы начать наше исследование этой темы с главы, послание к Ефесянам, с третьей главы. Давайте чуть-чуть немного вникнем, что же говорит апостол Павел нам об этом учении домостроительства Божьего. Первый стих. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему и всех святых, дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова». «И открыт всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшиеся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, я с вами прочитал очень и очень важное Божье откровение, которое апостол Павел получил от самого Духа Святого. Здесь мы видим очень важные для нас выводы и мысли, которые мы могли бы сделать на основании того, что мы сейчас услышали, что на самом деле, как я уже сказал, это тайна домостроительства Божьего, Божьей благодати. Это очень и очень важное учение, которое мы постараемся сегодня вникнуть, чтобы действительно понять, что это учение предназначено не только для избранного народа Израиля, но также и для всех народов мира, то есть для язычников, которые должны также составлять войти или быть погруженными Духом Святым в тело Христа. И поэтому для нас всех это очень и очень важно, потому что мы там занимаем определенное место. Там Господь имеет определенное желание где-то использовать конкретно нас и вместе с тем, что Он воссоединяет нас связями, разными связями с другими братьями и сестрами, которые есть по всему миру, которых, возможно, мы не видели, не знаем, но так или иначе Господь руководит вот этими всеми связями, общениями, без которых мы не можем существовать. Потому что наша духовная жизнь, которая происходит без общения с народом Божиим, эта жизнь будет пустая, эта жизнь будет как жизнь монахов, эта жизнь будет отшельническая, эта жизнь, которая не будет приносить нам радости, не будет приносить нам знания, не будет приносить нам света Христова, потому что сам Господь нам сказал о том, как важно нам что делать. Нам важно сегодня быть в общении с нашими братьями и сестрами, потому что мы тогда находимся во свете Его, во свете Христа. Если мы не будем в общении, если мы будем каждый по себе, то жить и делать, как мы понимаем, как мы хотим, то мы будем искать только своего. А Бога это никогда в жизни не устроит, это будет ему всегда неугодно, потому что у него есть тело, у него есть тех, которых он любит, которые являются его, уже он их посадил на небесах. Они уже с ним, в его планах, в его спасении, и уже никто не сможет отменить то, что он соделал с этими славными детьми, многие из которых уже находятся на небесах, которые уже исполнили все, что он поручил им сделать. Придет время, и нас он возьмет к себе, когда это Господь знает. Поэтому мы сегодня должны находиться вот в этом постоянном труде, дорогие друзья. Теперь я хотел бы с вами обратиться еще к одному посланию. Это послание к Колоссянам. Посмотрим с вами, что здесь апостол Павел говорит нам, что очень-очень полезно и важно знать в отношении вот именно этого учения домостроительства. Итак, мы с вами читаем с 16 стиха. Это первая глава 16 стиха мы читаем послание Колоссянам. «Ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви». Вы слышите, дорогие друзья, он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему во всем первенство. Он, дабы иметь ему во всем первенство. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которой я, Павел, сделался служителем». Аминь. Итак, мы с вами прочитали еще очень важное, особо важное Божье откровение, которое мы видим, было адресовано к церкви Колоссян, город Колоссы, где находилась эта церковь. И вот посмотрите, что мы читаем здесь, уже 16 стиха, и далее мы видим с вами все величие, могущество, силу нашего Господа Иисуса Христа, о котором брат говорил о том, что Он Господь, как раз говорит о Нем, что Он Бог, не просто Господин нашей жизни, Он действительно Спаситель нашей жизни, но и Он является действительно Адонай. Адонай, если мы говорим на иврите, Адонай Адоним, Мелех Амлахим, Мелех Айудим. То есть эти слова говорят, что Он действительно является Богом, Господином и одновременно Царем Иудейским, Царем Царей Господом Господствующих. И поэтому мы с вами здесь видим, что какие дела Он совершил, и все, что создавалось триединым Богом, создавалось и им, и все видимое и невидимое, все господства, все начальства, все это создано им и для Него, и для Него. Поэтому мы с вами можем только поклониться нашему Господу своим сердцем и возблагодарить за это вот прекрасное откровение и знание, которое мы получили сейчас только лишь через один стих. И мы должны понимать, что Он прежде всего не было никого. Он Отец и Сын Божий. Он есть триединый Бог, вечный, сущий над всем. И Он прежде всего, и все им стоит. Что значит им стоит? То есть все, что существует, дышит, ходит и живет, это все благодаря нашему Господу Иисусу Христу. Будем помнить об этом. И вот 18 стих как раз подчеркивает для нас вот эту мысль очень важного об учении домостроительства, что Он есть глава тела, Он есть начаток, Он есть первенец из мертвых, чтобы Ему иметь во всем первенство. И действительно Он имеет, Он как первородный, входит во вселенную, как говорится, в послание евреям, и Ему покланятся все ангелы, все вот Его слуги, все Его воины, как мы говорили, духовные, небесные. И обратите внимание еще на один момент, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, то есть Он совершеннейшее совершенство во всем. И в нем действительно полнота, наполняющая все во всем. И поэтому тело Его, Он глава тела, и мы Его полнота. Представляете себе, мы Его полнота, находясь в нем, мы пребываем в нем, а Он пребывает в нас. Это действительно чудно, когда мы поем гимн, вот это о том, что Он лоза святая, а мы веточки на нем. Это примерно вот так же можно себе представить наше положение в этом теле. Потому что Он нас питает, как соками питает дерево ветки, так и нас Он питает сегодня духовной пищей через Духа Святого, которого Он послал, чтобы путеводительствовать нашей жизни, учить нас, утешать нас, укреплять нас. Он заботится о нас, как о детях, Он заботится о нас, как о служителях. Он все охватывает собой, все абсолютно. И сказано, видите, ибо благогодно было Отцу, что в нем обитала вся полнота. И вот это очень важная мысль о том, что посредством Его примирить с собой все, умиротворить через Его кровью креста Его земной и небесного. Видите, если бы не Его голговский подвиг, если бы не Его муки, страдания, скорби на голгове, если бы не Его смерть и пролитая кровь, благодаря которой мы с вами сегодня можем быть Его служителями, потому что это кровь, которая омыла нас, очистила, осветила и оправдала каждого из нас отдельно, лично Он избирал нас. Представляете, какое чудо, что Господь примиряет не только здесь, даст на земле, но Он примиряет нас и с небесным. То есть придет время, когда вот в этом тысячелетнем царстве люди, которые будут жить жителями земли, они будут видеть небо не так, как мы сегодня видим. Мы видим только небо, но мы не видим небожителей, мы не видим ангелов, мы не видим, чтобы они приходили и чтобы мы увидели их глазами. Но в то время действительно Он воссоединит это все. Это действительно будет особое чудное время, которое мы себе представить не можем. Но сегодня через книгу Откровения мы с вами можем увидеть много, что мы можем узнать об этом славном времени, о Его пришествии, о том, какой вообще будет мир особый в то время, когда Бог возвратит прошедшее, когда Он возвратит те старые племена, страны, народы, которые не жили здесь на земле, и вот Господь возвратит это прошедшее. То есть это все говорит о том, что Он совершит вот это славное тысячелетнее царство, где не будет врагов, вот этих страшных демонов, где не будет того, что мы сегодня видим, хотя будет много того, что и грешники будут, но по закону Господа будет очень строго. Все, кто будет припираться с Ним, они будут на месте, ликвидированы эти люди, и об этом говорит нам 66 глава книга пророка Исаии. Дорогие друзья, и так мы с вами увидели как бы начальное, то, что необходимо знать об этом учении, о том, что это тайна Господня, и что она открыта была апостолу Павлу. И вот мы с вами сейчас откроем следующее послание. Это послание... Это послание первое послание Коринфина. Первое послание Коринфина мы с вами читаем... А сейчас мы с вами читаем в 4 главе первые два стиха. И апостол Павел говорит этому собранию. «И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Итак, мы с вами видим, какие мысли важные прозвучали для нас сегодня, сейчас, вот в эти минуты, что Господь говорит, чтобы каждый из нас должен разуметь нас. Тогда он обращался, Павел, к кому? К Римскому собранию. Он обращался к своим братьям, с которым он совершал миссионерское служение. Сегодня эти слова принадлежат и нам, потому что мы в той же церкви, которая закладывалась, именно основой закладывались, первоапостольской церкви. Поэтому мы с вами понимаем, что это напрямую относится к нам. И вот это, видите, написано, что мы должны разуметь на себя, как служителей и домостроителей тайн Божьих. И вот эти тайны, вот сейчас мы с вами будем потихоньку открывать вот эту тайну. И самое важное, чтобы мы понимали, что от нас требуется, здесь сказано что? Верность. Верность. То есть, если мы верим, то слово верность, по-русски, если мы говорим, верность, вера, они взаимосвязаны. То есть, если мы в святой, живой, спасительной вере находимся, то мы воистину будем верными. Это не верование, которым сегодня обладают люди, которые находятся во тьме, в нечестивом состоянии. Для них свет Христа закрыт. Они ничего не знают о Нем. Они далеки от Него и не собираются сближаться с Ним, потому что они не примирены с Ним. Они сегодня находятся в войне с Ним. А сегодня наша цель, чтобы мы что делали? Вот это примирение, чтобы мы проводили примирение, чтобы мы благовествовали, чтобы через нас открылся вот этот свет Божий и для этих людей, которые сегодня живут без Христа, без Бога Живого. И вот теперь мы с вами обратим наше внимание на третью главу Первого послания Коринфянам и посмотрим с вами очень-очень интересное Божие откровение с 10 стиха. И здесь мы читаем с вами. «Я поданы мне от Бога благодати, это говорит апостол Павел, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. И вот день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Так, как из огня. Вы видите? То есть, как бы из огня. И здесь мы с вами видим следующую еще мысль в 16 стихе. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Итак, мы с вами увидели очень интересное место. И здесь, я думаю, что, может быть, мы также вынесем что-то очень важный духовный урок для того, чтобы из этого учения о домостроительстве что же от нас требуется, как мы должны себя чувствовать как мудрые строители. Потому что мы строим себя, мы строим дом духовный. В своей жизни мы строим дом духовный, духовной жизни. Понимаете? Поэтому мы должны понимать, как мы строим. Вообще знаем, многие, я думаю, что многие верующие не представляют себя строителями. Они говорят, что, может быть, они, да, рабы, что они служители, что они дети, что они сыновья, дочери Господа. А на самом деле себя представить строителями. Ну, строительство, если мы говорим об обычном строительстве дома, и мы знаем, что сегодня много есть людей, которые профессионально строят дом, они знают, у них есть определенные знания какие-то необходимые для того, чтобы построить дом сначала с фундамента, а потом постепенно, постепенно поднимать этот дом и использовать там арматуру, там железобетон и стекло и многого другого, других материалов, которые необходимы для того, чтобы этот дом построить. И мы с вами, конечно же, понимаем, что это строительство, как бы физическое, это дома, в которых мы проводим свою жизнь. Есть дома на земле, есть дома высотные, многоэтажные, есть разные дома. Человек живет там, где ему позволяет его кошелек и так далее. Но сегодня здесь мы говорим не об этом строительстве и не об этих строителях, а именно о духовных, о духовном строительстве. Вы видите, и вот здесь он уже с самого начала вот этого рассуждения, размышления, которое он дает ему Дух Божий, он говорит очень важную мысль. Я поданный мне от Бога благодати и от первого лица апостол Павел говорит, как мудрый строитель положил основание. Вы видите, он называет себя мудрым строителем. Кто-то может сказать, немного ли берет на себя апостол Павел, называя так уверенно себя мудрым строителем. Но на самом деле мы с вами, зная историю его жизни и историю его служения, мы не скажем никогда так, потому что на самом деле то, что он говорил от сердца искренне в своей простоте христианской, он говорил правду. Он действительно был мудрым строителем, потому что когда-то был он учителем, он о Гамалиила, когда-то он не понимал ничего вообще в Слове Божьем, и вот он стал мудрым, потому что это мудрость Божия, которую Господь даровал ему, Дух Святой дал ему вот эти все инструменты для того, чтобы он стал таким строителем. он научил его многому, его многому научили апостолы, которым он пришел, которые служили вместе со Христом три года, три с половиной года. Они тоже ему подсказывали, они тоже его учили, они тоже, он слушал их, он внимал Слово Божие, и мы понимаем, конечно же, он знал Моисеев закон, он много понимал в Слове Божьем, но он не знал путей, связанных со Христом, он не знал, пока Господь его не остановил, когда он шел в Дамаск для того, чтобы преследовать Церковь Христову. Итак, мы с вами видим, он говорит о себе как о мудром строителе, который положил основание, а другой строит на нем. То есть, вы видите, он обычно всегда говорил апостол Павел, что он шел в такие места, где никогда никто еще не говорил благую вещь, и поэтому он говорил, что он уложил основания вот эти церкви, о которых мы говорим, Римская Церковь, послание к Римской Церкви, послание Коринфианам, послание Колоссянам, то, что мы сейчас с вами читали, и другие послания, мы с вами видим, что большая часть этих церквей были созданы им и с другими братьями, конечно, но мы с вами понимаем, что здесь нет никакой самоуверенности, что действительно он основал, он был отцом для многих церквей, потому что он от всего сердца учил, учил и учил людей, которые входили в эту школу Иисуса Христа имени Духа Святого. Именно туда он приглашал людей, язычников, к которым пришел он, возьмите Каримская церковь, город Карим, Греции, или возьмите Эфесскую церковь, то есть Эфес, это все города языческие, где было много всяческого зла и оккультизма, разврата, это все, что сегодня мы видим тоже в этих больших городах и малых городах, все это сегодня есть, но мы с вами видим, что когда он приглашал туда через благую вещь о Иисусе Христе распятом Спасителе, это для него было важно и самое нужное для того, чтобы с этого начать разговор, с этого начать учение о нашем Господе, о его жизни, о его спасении, которое он даровал нам, как и даровал первоапостольским служителям. Итак, мы с вами видим, что каждый смотри, как строит, другой строит, другой человек мог продолжать, то есть он что-то заложил основания, а те, кто были учителя в собраниях, пастора, пресвятера, они совершали это служение и поливали, поливали в сердце вот эту живую воду жизни, и человек возрастал духовно, человек становился все ближе к Богу, и он решал покаяться, и многие это совершали, и совершалось крещение, и заключался новый завет во Христе Иисусе с теми, за которых была пролита кровь, которые откликнулись на эту благую весть. Итак, мы с вами видим, но каждый, вы видите, какой интересный вот этот момент 10 стиха, но каждый смотри, как строит, то есть очень важно смотреть, как я строю, то есть какой я строитель сегодня, как я это делаю, и здесь видите, здесь также он говорит в 11 стихе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, то есть мы понимаем, что мы уже строим на основании готовым, это основание является сам Господь, потому что мы с вами неоднократно вспоминаем о том, что говорится, давайте посмотрим о послании Петра, послании Петра тоже есть вот эта очень важная мысль этого учения, о котором мы сейчас с вами слышим и пытаемся понять его, и здесь вот в первом послании Петра во второй главе мы с вами читаем такие слова, это 4 стих, 2 глава 1 Петра, 4 стих, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, ибо сказано в Писании, вот я полагаю сегодня камень креугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдиться, вы видите, в 7 стихе говорится тоже очень важна мысль, что на тех, на кого полагался Бог, на народ свой, на религиозных людей, которые уже знали Писание, Моисеев, закон, именно они отвергли Иисуса Христа, они, здесь написано в 7 стихе, и так, он для вас верующий, для нас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли, видите, как называются они, тоже назывались строителями, отвергли эти строители, но которые сделаются главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они спритыкаются, не покоряя слово, на что они и оставлены, вы видите, дорогие друзья, как важно видеть, что сегодня было, и сегодня есть немало попыток тех, которые сегодня тоже, может быть, считают себя строителями, домостроителями своего духовного дома, но они на самом деле, может быть, не строят по каким-то серьезным причинам, потому что они или не понимают, или они духовно недозрелые, или они сегодня еще находятся в плотском состоянии, здесь можно назвать очень много причин, по которым сегодня многие могут оставить Христа, и для них вместо камня драгоценностей он может стать каким камнем, мы с вами читаем, да, мы с вами читаем, что здесь это называется камень притыкания, камень соблазна, да, Иисус Христос для многих стал таким камнем, о котором говорится, что многих из них он просто раздавил собой, потому что действительно они стали его врагами, представляете себе, как от того, что они должны были быть друзьями его, быть его с работниками, сотрудниками, они стали врагами, и поэтому мы должны быть сегодня особенно осторожны, понимаете, как здесь говорится, но каждый смотри, как строят то, что сказано в 10 стихе, и вот продолжение 12 стиха говорит тоже, строит ли кто на этом основании и золото, и серебра, драгоценных камней, дерево, сены, соломы, вы видите, то есть можно строить какими материалами, материалами, которые сегодня являются огнеупорными материалами, да, это золото, это серебро, а можно строить здесь дерево, да, можно строить из сена, соломы, и мы понимаем, что такой фундамент это не фундамент, он быстро сгорит, да, он может сгореть в любой момент, что какая-то маленькая спичка подожжется и все, и пожар, и ничего от такого дома не останется, если мы говорим о домах, а если мы говорим о духовном доме, как о личности нашей во Христе, то мы понимаем, с нами может случиться что-то подобное, поэтому сегодня очень важно понять вот этот момент связанный с тем, что мы сейчас с вами прочитали, из какого материала строится наш дом, то мы можем обратить внимание на одно место, которое мы находим в послании к Тимофею, послание Тимофею, дорогие друзья, давайте откроем послание к Тимофею, это находится после послания к Фессалоникийцам, и это мы с вами читаем во втором послании Тимофея, не в первом, во втором послании Тимофея мы с вами читаем следующее, обращение к своему дорогому другу ученику, молодому Тимофею, который был в то время уже тоже пастором, и вот здесь он говорит ему следующие слова, послушайте вместе со мной, вторая глава, второй Тимофею, пятнадцатый стих, старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестий, и слово их, как рак, будет распространяться таковы именей и филик. Итак, вот мы с вами еще и сейчас дальше прочитаем, но прежде хотел бы сделать очень важное здесь как бы замечание того, что же здесь мы можем для себя вынести из этого наставления для апостола, для Тимофея, для этого служителя, чтобы он как служитель должен был представлять себя всегда достойным делателем, вы видите, помните, когда Господь сказал о том, что нивы побелели, а делателей нет на этих нивах, то есть сегодня очень важно, чтобы мы были делателями Божьей правды на земле и его служителями и верно преподавать, не искажать, не добавлять, не убавлять к Слову Божьему что-либо. И дальше мы с вами видим, что он говорит о лжеучителях, которые были в то время, как и сегодня есть много в этой духовной битве, которую мы ведем сегодня на этой земле. Вот эти два человека, о которых здесь говорится, они сравниваются, видите, с онкологией, видимо, и тогда было уже известно это заболевание страшное, рак, то есть эти метастазы, вот этих так называемых проповедей, они отравляли людей, они не давали им наоборот Божью свободу, Божий мир, Божью любовь, они другое несли, ложь, ама, нечестие, и поэтому, конечно же, этим самым они восставали против Бога. И вы видите, что здесь говорится в 18 стихе, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было и разрушает в некоторых верах. Вы видите, вот конкретно лжеучение о том, что воскресенье уже было, то, что мы с вами читали в первом послании Коринфянам, да, 15 главе, и поэтому мы с вами видим, что же здесь дальше говорит, очень важная мысль, дорогие, 2 глава, 19 стих, но твердое основание Божие стоит, слышите, Божие основание такое твердое, которое заключается в нашем Господе камне краеугольном, оно стоит, имея печать, видите, имея печать эту, что же в этой печати, познал Господь своих, и да, отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. То есть здесь говорится о том, что все в теле Христа, которые находятся, Он их познал, и они познали Его как своего Спасителя, это очень важно, да, отступит от неправды всякие исповедующие, потому что многие, которые исповедуют, они немало отрекаются от Господа, и это беда есть такая, и поэтому мы с вами должны быть осторожны и не думаем, как апостол Павел всегда говорит, не думай, что ты стоишь, твердо стоишь, ты можешь упасть, то есть здесь мы должны смотреть, наблюдать за собой, смотреть за сердцем своим, исследовать свое сердце, как мы сегодня служим, какое сердце, чем наше сердце наполнено, есть ли у нас еще какие-то грехи запинающие, есть ли у нас что-то такое, что мы скрываем это в себе, и сегодня даже до Бога нам иногда стыдно донести их, потому что как это может быть святой служитель и одновременно человек, который сидит на грехе в семье, на работе или еще где-то в своей жизни грешит и думает, что ну это не страшно, Бог все-таки простит меня, ведь Он умер за меня, и кровь пролята, но этим самым мы бросаем вызов, мы припираемся с Господом, и конечно Господь Всезнающий, Он всегда готов помочь нам, если человек в конце концов раскается, но если не раскается, то его ожидают очень-очень страшные последствия. И вот посмотрите, 20 стих, посмотрите, как он сейчас созвучен тому, что мы сейчас читаем в первом послании Коринфянам, здесь говорится о большом доме, то есть в доме Иисуса Христа, как мы с вами вначале читали, а Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, и вот здесь как раз говорится о большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Вы видите, то есть очень интересная мысль, я думаю, единственное место, где мы с вами видим о том, что Господь говорит, что вообще в Церкви Христовой то или другое есть много верующих, которые разные совсем, они, многие из них есть еще, которые не покаянные даже, но они каким-то образом называют себя христианами, они приходят иногда в Церковь, то есть их иногда называют номинальные христиане, иногда их называют плотскими, но неважно, а это уже Господь, конечно же, знает и видит, кто из нас, какой на самом деле, я могу о себе говорить, что я такой, такой и такой, но на самом деле только через Божьими очами мы можем установить вот этой критерии истинности в нас, как на самом деле мы служители Божьи или мы просто говорим о себе так, так было и в Каримском собрании, там были и апостол Павел не скрывал, он говорил прямо им в глаза, братья, вы лже, братья, потому что вы несете то, и чего учите, вы только развращаете это собрание, и поэтому собрания многих людей там, они пошли вот за этими лжеучителями, и поэтому вы видите, что есть деревянные, глинные, какие угодно, и они находятся в другом, низком употреблении, то есть Господь еще посмотрит, а что, когда они придут, или вообще Он их впустит в царство, откроют ли для них дверь, это вопрос большой, поэтому мы с вами должны быть уверенными о том, как мы сегодня живем, чем мы дышим, духовно я имею ввиду, как мы ходим перед Богом, это все вопросы, на которые должен каждый из нас отдельно ответить для себя, и даже мы с вами видим в 13 стихе, что каждое дело обнаружится, и вот день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть, как можно с этим не согласиться, потому что любое дело действительно оно может быть сокрыто, да, в этом деле мы можем что-то скрывать, что-то делать не так, или не зная, как делать, мы пытаемся делать, то есть здесь есть много всяких нюансов, но сегодня Господь говорит нам, чтобы мы знали, что нас ждет суд Божий судилища Христова, где каждый ответит за свои дела, как он учился в школе Христа, как он полагался на него в жизни, был ли он исполнителем его воли, или он просто много говорил, но мало делал, и так мы с вами видим, поэтому здесь очень ясно сказано, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, то здесь правильно и ясно и точно говорится, что действительно Господь хочет, чтобы мы были мудрыми домостроителями, и чтобы наше дело устояло, которое мы сегодня совершаем в своей жизни, дорогие друзья, давайте будем это помнить, и действительно нас могут ждать награды, но мы думаем о себе, конечно, хорошо бы не просто было прийти в царство, да еще получить награду, да еще чтобы на тебя сам Господь надел венец правды, это все замечательно, но для этого нужны большие усилия, для этого нужны много трудов, для этого нужно все, что пережил нас Господь, а если мы в этой войне ничего не понимаем, в духовной войне для нас она вообще не существует, то это большая беда, мы не понимаем вообще с кем сражаться и где вообще враг перед нами, а если мы это не понимаем, то мы сами еще тогда уже не во свете, а во тьме, я вам скажу, дорогие друзья, потому что если мы представляем сегодня рогатого дьявола, да, вот таким образом мы думаем вот он такой, и там о ком вообще идет речь, то мы глубоко ошибаемся, потому что на самом деле это очень серьезный злой враг, который очень хитер и коварен и на многом у нее нас с вами, это однозначно, потому что он когда-то был Божьим Херувимом, когда он согрешил, и потом Господь превратил его сегодня в того, кем он есть, и как мы с вами видим дальше, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня, вы видите, да, то есть вот здесь очень важный для нас урок, многие, когда читают этот стих, они говорят, ой, как, все-таки, знаете, какое утешение мы получили вот через это, через это слово, что на самом деле дело может сгореть, я потерплю урон, вот здесь апостол Павел добавляет, говорит, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня, поэтому я думаю, что это будет неверное истолкование, потому что Господь не хочет, чтобы приходили такие рабы, которые не трудились, которые спрятали свой талант, зарыли в землю и сказали, а что ты хочешь от меня, господин мой, я, он даже не называл господином, он другие слова сказал, оскорбительные в адрес Господа, я даже не хочу их повторять, поэтому мы с вами понимаем, насколько человек может заболеть духовно, насколько человек может отречь от Христа, не замечая постепенно упасть в такую пропасть, откуда он не выползет, и он может не надеяться, что он когда-то, может быть, что-то делал, когда-то что-то может делать, столько лет служил, он может себе найти много всяких разных оправданий, но это не будет принято никогда, Господом, Господь хочет, чтобы мы прошли свое поприще, которое он нам установил, чтобы, как апостол Павел сказал в послании филиппийцев, о том, что мы должны стремиться к высшнему званию во Христе Иисусе, высшнему, ни больше, ни меньше, мы должны стремиться к самому высокому званию, А если мы с вами будем топтаться на месте и ничего не делать, и думать, что вот все, я спасен, ну, а я вот согрешил, а сегодня я пойду покаюсь, а потом я опять согрешу, и вот так я буду колебаться, я буду качаться, и Господь не примет таких сомневающихся, дорогие друзья, поэтому мы с вами должны вот здесь хорошо понять для себя, что мы должны сделать все, чтобы наш дом никогда не сгорел, никогда, чтобы он был построен из золота и серебра, ни из каких других материалов, понимаете, поэтому здесь вот 16 стих говорит, разве не знаете, вы видите, он задает такой серьезный вопрос всем нам, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас, как же вы не знаете, как же вы, значит, не знакомы вообще с Духом Божьим, если мы с вами читаем книгу Деяний, ну там можно было простить этих 12 человек, которые шли, и которых апостол Павел встретил, и он спросил, а вы знаете Духа Святого, они сказали, мы о таком и не слышим, и не знаем, я думаю, что это тоже определенный урок духовный для нас сегодня, есть много христиан, которые не знают Духа Святого, которые вообще не знают, что такое рождение от Духа Святого, они не знают, что он родитель, что он, они может быть знают, что он утешитель, вот это да, вот это им подходит, он утешит, они знают, что он иногда дает силу, и это им подходит, а вот знать то, что Дух Божий действительно является тем, который путеводительствует нашей жизни, ведет, защищает, он сам может быть противником всех наших врагов, мы это знаем или нет, а это Слово Божие, говори, может быть, может быть, оно говорит не в Новом Завете, говорит в Старом, но говори, и поэтому, дорогие друзья, если мы с вами читаем здесь о том, что если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог, ибо Храм Божий свят, а этот Храм вы, что значит разорить Храм Божий, значит, разорить самого христианина, человека, которым есть Дух Святой, который действительно знает его, который погрузил его в тело Христа, который дает ему все для его жизни духовной, он его направляет, он двигает ним, он с ним разговаривает, он его любит, он к нему стремится как к отцу, у нас есть один Отец Небесный, мы знаем его отца, да, Бога Израиля, но мы знаем также Сына Божьего, который тоже является отцом Вечности, и мы также знаем и родители, и отца Духа Святого, и мы должны помнить, что он действительно любит нас, он нежный, он верный, он славный, как и все три ипостаси, три единого Бога. Дорогие друзья, итак, мы с вами увидели здесь вот в первом послании к Коринфянам то, что мы, я думаю, уже приняли и сделали какие-то определенные выводы, и я сейчас хотел бы еще на несколько минут обратить ваше внимание на шестую главу, на шестую главу, это, я думаю, тоже очень-очень важные мысли для нас вот по этой теме домостроительства Божьего. Вот посмотрите, это мы с вами читаем шестая глава с пятнадцатого стиха, и апостол Павел, он обычно пользовался много раз в своих посланиях вопросительно он спрашивал, он говорил и говорил своим будущим читателям и к своим тем, с кем он служил, он говорил такие слова, посмотрите, разве не знаете, что тела ваши суть, члены Христовы, что мы члены Христовы, не просто члены тела, но члены его, лично его, и так от нему ли члены Христа, чтобы сделать их членами блудницы, да не будет, вы видите, да не будет, что же, что же, какая же угроза есть для нас с вами, то есть в этом мире есть много блудниц, есть много развращенных женщин, в капкан которых попадают многие мужчины, не знающие Бога, но также, к сожалению, попадают и те, кто узнали Бога, поверили, но были искушены, и они попали вот в эту страшную западню, в эти сети врага, через вот этих женщин, и видите, здесь написано, да не будет, или не знаете, что совокупляющаяся с блудницей, становится одно тело с нею, и высказано, два будут одна плоть, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом, вы видите, какой контраст, то есть, когда человек верующий воссоединяется с телом блудницы, он становится блудником однозначно, он становится тем, который подвергнется страшной участи, и поэтому мы с вами понимаем, что наше единственное воссоединение может быть только с Господом Иисусом Христом, только с Ним, с Господом мы можем что делать? Бегать или убегать от блуда, видите, 18 стихи, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Вы видите, дорогие друзья, это очень важно, я думаю, что это важно не только для братьев, это важно сегодня для и сестер, потому что женщины тоже и сестры бывают такое, что и они изменяют, а мужьям, что и они грешат, а блудом дух блуда может прийти к ним искусить и их, поэтому это не говорит о том, что вот все мужчины, братья имеют такую опасность, и сестры тоже могут иметь, потому что сегодня есть все для этого, приготовил враг, который сегодня создал столько порносайтов, и уже не нужны порносайты, есть просто ты ищешь что-то, посмотреть какую-то новость, так тебе навстречу идут бесконечные фотографии обнаженных молодых женщин, и это что, это то, что подбрасывает в приманку свою враг, поэтому мы с вами должны понимать, особенно молодые братья, еще более опасные, потому что они сегодня еще не женаты, они еще не познали Бога как следует, и они могут попасть вполне вот в эту ловушку, об этом мы с вами должны помнить, это опять духовная война, и здесь говорит Витя, апостол Павел, не знаете ли, что тела ваши суть храм, подлинно храм, суть, обратите внимание, это очень интересное слово, оно старославянское, но оно имеет вот этот истинный смысл, что это так и только так, что вы являетесь храмом живущего в вас Святого Духа, но дальше говорится, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, то есть мы уже себе не принежим, как мы принежали раньше, мы принежали кому? Себе и сатане, но мы не знали его, он так заметал следы в нашей жизни, что мы себе не представляли, себе, что есть такой страшный демон, который управляет миллиардами жизней сегодня на земле, он управитель многих жизней, и поэтому мы с вами должны понимать, какой враг сегодня ведет нас в свои ловушки, и заканчивайте здесь, как мы с вами видим, это место, ибо вы куплены дорогою ценой, поэтому прославляйте Бога в ваших телах и в душах ваших, которые опять суть Божьей, то есть вы видите, какая ответственность перед каждым из нас стоит, то есть мы сегодня куплены дорогой ценой Христовой крови, его внук и страданий, и мы были там вместе с ним, мы были в его чресла, и поэтому мы сегодня находимся в его теле, сегодня уже после того, как он воскрес на третий день, по Писанию, и мы стали его навсегда, вы видите, что происходит, мы с ним совоскресли, это тоже один из важнейших моментов понимания вот этого учения, о котором мы сегодня с вами говорим, это учение действительно очень важно, потому что мы домостроители, которые должны оставаться верными Господу до конца. Дорогие друзья, здесь сейчас на одну минутку мы с вами еще обратим внимание, хочется уже охватить вот это полноту этого учения и затронуть вот эти все стороны необходимые для нашей жизни. Вот посмотрите, как вот можно не сказать сегодня о том, что написано в первом послании Коринфянам, в 12 главе мы с вами читаем, что ибо все в 13 стихе в 12 главе мы читаем, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. То есть вот этот стих, по-моему, очень многими истолковывается неправильно. Многие говорят, не зная Духа Святого, они думают, что Дух Святой вошел так тихо, незаметно для них, когда они были крещены водным крещением или еще когда-то, но они сами не знают, когда это происходило. Для них вот это рождение свыше как бы такое чисто теоретическое какое-то непонятное понимание. Они считают, вот они покаялись, вот они совершили крещение водное, и на этом как бы все, вот они спасенные, и Дух Святой работает в них. Но здесь идет речь о том, что мы должны понимать, что мы крестимся, мы посвящаемся жизни с Духом Святым тогда, когда действительно церковь знает Духа Святого, когда сам христианин читает понимательное слово и понимает, что Дух Святой это не тот, кто случайно, как прохожий, случайно вошел в мой дом. Нет, такого не бывало и не будет никогда. Мы с вами должны понять, что если человек не переживет вот эту встречу с Духом Святым, если он его не узнает, как своего и спасителя, и утешителя, который преображает его в образ Святого Сына Божьего, то он ничего тогда не знает. Тогда для него неизвестны никакие дары, тогда вообще ему неизвестно это учение, о котором мы сейчас с вами говорим, домостроительство. Он не знает, что он дом, которым он должен строить себя для славы Божьей. Вы видите, дорогие друзья, посмотрите, какой еще здесь очень важный момент. Тело же не из одного члена, это 14 стих, но из многих. Если нога скажет, я не принежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принежит к телу, задает вопрос Павел. И если ухо скажет, я не принежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принежит к телу? Если же все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела как ему было угодно а если все были один член то где было бы тело но теперь членов много а тело одно не может глаз сказать руке ты мне не надо мне или тоже голова ногам вы мне не нужны напротив члены тела которые кажутся слабейшими гораздо нужнее которым нам кажется менее благородными в теле а те более прилагаем попечения и неблагообразные наши более благовидно покрывается а благообразные наши не имеет в том нужды но бокса размерил тело внушив а менее совершенно большее попечение дабы не было разделения в теле а все члены одинаково заботились друг о друге поэтому страдает ли один член страдает с ним все члены славится ли один член с ним радуются все члены и вы тело христово порознь члены и дальше он перечисляет здесь о том какие дары господь дарует дух святой в этом теле и апостолах учителя разных чудодейственных дарах которые даются исцелениях это все чем должны обладать сегодняшние современные христиане которые сегодня служат вместе с нами а вы сегодня спросите какого-то христианина а какой его у тебя есть дар какой каким даром тебя господь сегодня дрова дары одарил посмотрит на тебя странным взглядом и вряд ли что-то сможет ответить потому что он говорит ну а что а что у нас собрание ну вот не хватает проповедника ну а кто тут немножко может там балакать как у нас там говорят украинском собрании ну вот пускай побалакает выйдет там что-то скажет там чему-то ну я думаю что вы понимаете о чем идет речь поэтому я думаю что это очень и очень опасно если сегодня мы не понимаем этого учения если мы не знаем что господь ждет от нас и хочет от нас сегодня в жизни с ним дорогие друзья вот смотрите что мы сейчас прочитали откуда вот такие мысли почему здесь говорится глаз упоминается ухо там где и многие другие да наши члены тела да что у нас есть физическом теле то есть сегодня все вот эти члена они благообразно совершается совершает в нас нашу жизнь да то есть действительно если не будет печени а будет другой орган допустим легкий работа работать а а если не будет сердце работать то будет ли работать этот мозг наш и так далее то есть мы с вами можем сказать что бог так создана что один член помогает другому потому что все это работает во славу господа и так господь устроил нас так он создал на также он тело тысячи в теле кто-то сила превозносит в этом теле кто-то себя считает важнее говорит а зачем мне вот это вот член да я его не признаю даем не люблю я его вообще слушать не хочу да зачем он мне вообще нужен то есть если мы сегодня относимся вот так а так было к сожалению вот этом арицком собрании там много было заносчивости много было гордости много было зависти много было всего что что не должно быть в собрании сегодня это для нас большой урок то есть на самом деле вот мы служим друг с другом но мы сегодня как бы не живьем служим а в собрании как обычно делают собрание виду сегодняшнего такого положения бедствия которые мы сегодня боремся то есть но мы с вами чувствуем духом друг друга мы чувствуем что мы действительно одного одного взгляда одного единства что у нас нет разделений что мы стараемся действительно прислушиваться друг другу стараемся друг друга любить и уважать поддерживать руки друг друга это то что необходимо это то что чем мы должны обладать если мы в нем таком святом великом спасителе у которого столько замечательных славных качеств которые которые мы должны стремиться и смирение кротость и страх божий если всего этого мы не развиваем себе если мы не питаемся вот этим плодом духа святого не вкушаем его который был подарен тем которые во христе подарен вот этот вот плод духа да в котором много есть девять составляющих которые являются теми качествами как благодаря которым мы преобразимся в образ святого сына божьего поэтому мы должны всегда помнить и и знать как важно нам сегодня вы видите знать посему страдает ли один член страдает с ним все члены славится ли один член с ним радуются все члены и вы тело христово а порожень члены вот чем мы должны радоваться волки мы должны хвалиться нашим господом который погрузил нас тело христа и я думаю что каждый сегодня должен задаться вопросом а я ли нахожусь в нем а я ли служу в нем а я ли действительно настоящий христианин имеющий духа святого дорогие друзья и вот завершение хотел бы обратить внимание ваше на книгу откровения да где мы сегодня видим очень интересное 21 глава где описан город невеста я израиля жена израиля небесный иерусалим и здесь мы с вами видим очень интересные мысли которые мы встречаем здесь в этой двадцать первой главе 21 глава с 10 стиха мы с вами можем прочитать и вознес меня это 10 стих 21 глава 10 стих и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город святой иерусалим который не сходил с неба с неба от бога он имеет славу божию светило его подобно драгоценнейшему камню как бы камню я список кристалловидному он имеет большую высокую стену имеет двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов на воротах написаны имена двенадцати колен сынов израилевых с востока трое ворот севера трое ворот с юга трое запада трое ворот а стена города имеет двенадцать оснований обратите внимание на этот стиль двенадцать оснований на них имена кого двенадцати апостолов агонца вы видите дорогие друзья то есть мы видим жену нашего господа бога жену святого остатка израиля это святой иерусалим и мы с вами видим здесь как важны основания вы видите то есть у нас с вами основанием является наш господь да и там же он будет тоже основанием но помимо его основания христа иисуса да потому что он вот что здесь написано в двадцать втором стихе храма же я не видел в нем ибо господь бог в содержителю храм его и агнец вы видите и отец и сын они будут править этим городом они будут владычествовать над над этим городом и видите и что этот город не будет иметь нужды ни в солнце ни в луне для освещения ибо слава боже осветит и осветит его и светильник его агнец вы видите слава господу что в этом городе о котором и так мечтаем небесный иерусалим что действительно это это великое счастье великая надежда и радость что мы там будем те которые сегодня понимают все что они должны исполнить чтобы они пройдут с честью вот то поприще которое господь доверил им проходить свой на земле поэтому дорогие друзья давайте помнить что действительно домостроительство благодати божией в нас который совершает тот кто называет себя истинный богом истины любви и мира наш господь ешуа он хочет нас взять в этот город он хочет чтобы мы пребывали вечно с ним и славили его и благодарили его что мы были его членами и останемся именно всегда во имя его аминь аминь